Путешествие в Армению. По сравнению с Азербайджаном и Грузией, которые тратят миллионы на свою рекламу, она на порядок выигрывает в ценовом сегменте и разнообразии туристических маршрутов. Но об этом мало кто знает до тех пор, пока не примут решение лететь именно в Ереван. Потому что рекламы туров в Армению, в России практически нет. Но это не мешает туроператорам называть Ереван самым популярным направлением в Закавказье. Проанализировать цены на туры в Армению, Грузию и Азербайджан можно в интернете. Для этого необходимо найти турагентство и выбрать параметры, которые интересуют. В Армению экскурсионный тур на двоих в начале июля обойдется россиянам в 112 тысяч рублей. Сюда входит перелет и проживание в четырехзвездочном отеле. Подобный тур в Азербайджан стоит 164 тысячи рублей. В Грузию же поездка обойдется намного дороже. Во-первых, туда нет прямых рейсов. Во-вторых, нужна виза. В-третьих, после событий 24 февраля отношение к русским туристам поменялось. Отличие в цене может показаться обманом. Это расхождение объясняется особенностями поиска туров. Необходимо внимательно отнестись к тем требованиям, которые у вас имеются. Потому что от этого зависит конечный результат. В 2019 году количество туристов, посетивших Армению, по данным Национального статистического комитета, было около двух миллионов. Во время пандемии в 2020 году в пять раз меньше – около 400 тысяч человек. В прошлом году – почти 900 тысяч туристов. Этим летом ждут более миллиона туристов из России. К тому же, согласно агентству Bloomberg, Армения входит в десятку стран мира, куда стремятся туристы из Европы. Кстати, многие ездят в Армению не только за достопримечательностями, но и насладиться национальной кухней. В Армении проводят многочисленные гастрономические фестивали шашлыка, вина, тута и даже пива. Да-да, есть хорошее пиво армянского производства и в этом году будет первый фестиваль этого пенного напитка. Но самое интересное, пожалуй, это армяно-грузинский фестиваль по мотивам фильма «Мими-ном». В Дилижане настоящую долму будут готовить, а в Телавин, конечно же, сациви. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма… Рубик, дорогой, только теперь не скажи, что у нас и сациви не умеют готовить. Скромная по своим размерам Армения находится сразу в трех климатических поясах. Гору Арарат принято считать символом Армении. Первая в мире церковь была построена именно в Армении. Это настоящий клад для паломников. Сотню интересных фактов откроет для себя каждый любознательный турист, который приезжает в эту страну. И самое главное, для поездки в Армению не нужны визы, что сокращает время и деньги. И граждане России могут въезжать в республику по внутренним паспортам. Армения с 1 мая отменила все ковидные ограничения на въезд в страну. Что больше не нужны ПЦР, сертификаты, вакцинации и так далее. За счет этого больше туристов, естественно, едет. Плюс наша компания предлагает экскурсионные туры порядка 41 программы по Армении. Плюс мы предлагаем городские туры. Это Ереван, Цахкадор, Джерлок, по-моему, правильный город называем. Регулярные рейсы летают в Ереван из 12 городов России. Но большая часть приходится, конечно же, на Москву. Спросом пользуются программы от 3 до 10 дней, экскурсионные туры и выходные дни в Ереване. Цена и качество предлагаемых услуг, как правило, соответствуют. Еще один плюс – нет языковых барьеров, и российские туристы чувствуют себя в Армении комфортно. Хотя Россия и является главным целевым рынком, но рекламы для обывателя просто нет. Армения участвует в многочисленных выставках, но это скорее для агентств. Для туристов все по старинке – сарафанное радио. Как показывают опросы, люди ездят в Армению именно по советам друзей. Только в мае нашу страну посетили более 100 тысяч человек. Ждут туристов из Германии и Франции, у которых своя мода на отдых. Люди стали более интересоваться аутентичными местами. Им интересны уже те большие города и какие-то конкретные достопримечания. Им интересно побывать, пожить с людьми, которые именно живут в этой области. Планируете ли вы путешествовать? В этом году, да. В Абхазию лечу 21-го числа. Ну, что это древняя страна с такой богатой культурой, очень образованные люди там. Живут они сейчас по всему миру. Ну да, я знаю, что там люди доброжелательные. Думаю, что стоит посетить. Я знаю, что там очень красиво и вкусно. А откуда вы это знаете? Не знаю. Рассказывали друзья, кто там путешествовал, кто ездил. Армению был два раза только. Один раз на свадьбе. И знаю, что очень богатая история, что это первые люди, которые стали христианами. Много побывал в монастырях. И, в принципе, все. И хороший народ. Самый главный. Вы знаете примерно, сколько стоит путешествие туда? Я думаю, что не дороже, чем в Турцию. Дешевле? Отлично. Это очень хорошее. Это точно надо ехать. Да. Это аргумент в пользу. Переходим дорогу и едем в Турцию. Или в Армению. Когда цифры говорят о том, что Армения, как туристическое направление, это максимально выгодно и интересно, то остается только выбрать время и отправиться в страну, где солнце светит почти 300 дней в году. Армения – гостеприимная страна. В Агаршак Астриян, Арман Симонян, РусАрм.Инфо. Армения сейчас популярна. В Армению есть и запросы на туристические поездки, и на транзитные поездки. Плюсы какие есть. То, что фактически можно путешествовать по российскому паспорту, не имея загранпаспорта. Нет закового барьера. Очень комфортная, гостеприимная атмосфера, что ценят путешественники в России. Ну и с учетом действующих международных ограничений, это возможность все-таки путешествовать и в другие страны мира. Так как аэропорт Еревана стал крупнейшим хабом для путешествий в Европу и в ряд других стран. От этого выигрывают, естественно, и аэропорт, и авиакомпания, которые летают в аэропорт Еревана. От этого выигрывают в том числе гостиницы, которые предлагают иногда транзитные услуги на время ожидания рейсов. Ну и это хороший стимул. И знаете, очень важный момент, что турист, он, как правило, приносит смежный эффект. То есть есть мировая практика, что один турист, пребывающий в той или иной стране, он фактически поддерживает 4 рабочих места. Развитие туризма и транспортных услуг между странами способствует занятости и населения. Но здесь туризм не нужно рассматривать только как туризм, его нужно рассматривать в совокупности, смежным эффектом с отраслями. Это и гостиничный бизнес, это ресторанный бизнес, это экскурсия, это транспортные услуги, трансферные, это продажа авиационных билетов. И это, прежде всего, очень хорошо для аэропорта Еревана, потому что экономика воздушной гавани будет приносить доходы, прежде всего, и способствовать большей транспортной подвижности. На самом деле любой аэропорт, который может стать транспортным хабом, это всегда развитие, в том числе и регионы, и страны. Потому что авиакомпании оплачивают аэропортовые услуги, оплачивают аэропортовые услуги. В любом случае, турист, который путешествует напрямую или транзитом, он оставляет деньги. Эти деньги попадают в экономику страны. Соответственно, роль транспорта и туризма в этой ситуации – это увеличение доли вклада этих отраслей в ВВП страны. Поэтому однозначно это активно, но это еще очень важный аспект развития межгосударственных связей. А туризм, он все-таки вне политики, а возможность людям из двух стран лучше знать друг друга, чаще путешествовать. Это еще важный гуманитарный аспект, который позволяет гражданам наших стран делать культурные и туристические деловые обмены. Рост цен на билеты был в последней декаде сентября. Сейчас билеты вернулись к своим обычным позначениям. И как раз билеты в Армению из-за большого количества предложений различных российских и зарубежных авиакомпаний доступнее, чем другие страны. Более того, если рассматривать Ереван как транзитное направление, то благодаря тому, что в Ереван летает большое количество лоукост-перевозчиков из Европы, а это возможность более дешевой транзитной перевозки, например, в сравнении с другими международными храмами. Армения была, есть и будет привлекательна для россиян, потому что связывают Россию и Армению тысячи, если не сотни тысяч незримых нитей. Да, у нас огромная диаспора, да, у этой диаспоры есть жены, дети, родственники, друзья, соседи. И все эти люди говорят об армянах только хорошее. Естественно, им интересно попасть в Армению, все это увидеть своими глазами. Во-первых, отсутствие языкового барьера. Во-вторых, естественно, то, что можно ехать по внутреннему паспорту. В-третьих, доступность, то, что билеты недорогие, и можно лететь порядка из 15 городов России прямые рейсы, в отличие от какой-то там Тиргестана или Узбекистана, да. В-четвертых, то, что сейчас из России почти не осталось рейсов в Европу, и нету авиасообщения с Грузией, соответственно, из Еревана летает сейчас больше 30 рейсов в неделю в Велисе, да, и там летит 35 минут и стоит очень дешево. И многие люди прилетают в Ереван за целью дальнейшей поездки в Грузию, плюс дальнейшей поездки в Европу, да. Из Еревана летают различные лоукостеры и на Кипр, и в Грецию, и в Париж, и в Италию. Да, вот это и привлекает. Ну и плюс, конечно же, если берем это, я сейчас говорил об Армении больше как о транзитной стране. Если говорить просто о внутреннем туризме, ну, сейчас популярен горнолыжный курорт Сахкадзор, там есть снег, в отличие от той же Красной Поляны или там других российских курортов горнолыжных. Плюс сама Армения мега привлекательная страна в плане дешевизны проживания, питания. В Армении проживание в отеле «Четыре звезды» и питание стоит примерно там двух раз, в два раза дешевле, чем, например, в Санкт-Петербурге, да. Вот, поэтому я специально скажу «Санкт-Петербург», потому что Москва дорогой город, но в Москве дорогое питание, но сейчас недорогое проживание. А в Петербурге сейчас резко выросло проживание в стоимости. Выбирают, потому что безвизовы, выбирают, потому что тут абсолютно, то есть общегражданский паспорт, хорошие тарифы, интересно, культурно-познавательная, ну и для кого-то и паломническая программа, большая диаспора, надо учитывать и родственники, и прочее, это играет серьезную роль, ну и, в общем-то, едут туда, где им рады и где их ждут. Вот, ну и еще важный фактор использует, конечно, Ереван как транзит, вылетая в другие направления, дестинации и прочее. Так что, в принципе, это направление устойчивое, я думаю, будет только расти. И из регионов тоже поставили туда рейсы, и в Сочи, в частности, летают, вот, тоже заполняются они. Ну, конечно, историко-культурное наследие привлекает, интересно. Конечно, озеро Сиван, конечно, Форель, все это я бывал, скушал. Ну, конечно, Эчми Атсин, вот, все это крайне интересно, уникально. Ты нигде в другом месте не видишь. Ну, и, конечно, радушие, гостеприимство. Два коврика там купил хороших, Келима, тоже хорошо. Вот именно последние пять месяцев очень много русскоговорящих туристов, но другие языки, которые, к сожалению, в пассивном состоянии, очень мало туристов из разных стран. В основном, это Германия была, из Голландии количество было более, но относительно тоже было. Это в основном Китай, это Иран, с которым англоговорящие работали. А из Европы германские, немецкоговорящие тоже работали, но очень мало. Это в основном восточных странах. Из СНГ это Россия, чтобы сказать, из Молдавии, из других, Белоруссия. Вот Белоруссия, Россия, мы их в ТАТЭК тоже вводим. Обязательно, если они больше пяти дней, обязательно, но Ичнацинь, Корникехар, летом, конечно, Амбет, Кюмри. Вот эти все направления. И, конечно, ТАТЭК, конечно, Хавацинь. То есть все направления по всей Армении, они ездят с удовольствием. У них интерес большой. Они как будто первый раз открывают Армению. И очень Армения всем нравится. У всех, правда, положительные эмоции. В особенности они говорят, какой добрый народ. Благодаря отношения армян, когда они ходят, общаются с армянами, они удивляются, как будто они нас в первый раз обнаруживают. Можно въехать по внутреннему российскому паспорту. Это очень большая возможность для тех людей, у кого нет загран. А загранпаспорта нет у 85% россиян. Нет загранпаспорта. Первое. Второе. В Армении очень хорошая транспортная доступность. В Армению летают авиарейсы больше чем из 15 городов России. То есть можно улететь из Сочи, из Минвода, из Самары, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Петербурга. Не буду все перечислять. Там много рейсов. Соответственно, жителям из региона, из условного Сочи, не надо ехать в Москву, чтобы улететь в Ереван. Нет там каких-то заоблачных цен. Проживание, питание. Армения – недорогая страна. Можно из конца в конец весь Ереван проехать за 200 рублей на такси. Можно прийти в ресторан, не в самый дорогой, но в хороший, в Ереване, и посидеть за 1000 рублей с человека. Причем на столе будет и сыр, и лаваш, и зелень, и мясо за 1000 рублей с человека. В Армении нет языкового барьера. Люди приезжают и чувствуют себя комфортом. Потому что все, кто работает в туристической отрасли, официанты, гостиницах, экскурсоводы, водители, таксисты, все понимают по-русски. В прошлом году не было каких-то рейсов. Потом, в прошлом году, например, когда я вам говорю про паспорт, сейчас у россиян больше отказов получить визы, меньше транспортная доступность. Если раньше, в прошлом году можно было в Европу улететь, в этом году нельзя в Европу улететь из России, да, ни в одну страну Евросоюза. И многие летят в Ереван с целью улететь дальше. Ночуют в Ереване, например, одну ночь, и летят в Грецию, в Италию, в Австрию. Ну, там много, на самом деле, у Армении рейсов. То есть многие Армению используют как транзитную страну. В прошлом году этого не было. Вот это такой большой показатель. И через Армению попасть в ту же Италию или Австрию, да, дешевле, чем через Турцию, например. У России сейчас не так много, кстати, осталось возможности попасть в какую-то Европу за недорого, да. И Ереван – это один из таких самых оптимизированных путей, потому что можно из Грузии очень дешево улететь, дешевле, чем из Еревана. Но с Грузией нет авиасообщения у России, да. И поэтому, ну, понятно, что если вы живете в условном Ростове-на-Дону или в Краснодаре, вам до Грузии рядом. А если вы живете в Новосибирске или в Мухманске? А из Новосибирска рейсы в Ереван есть прямые, да. То есть поэтому человеку проще поехать не в Грузию на машине или как, а сесть на самолет из Новосибирска, полететь в Ереван и подальше улететь в Рим. Или в Вену. Или в Милан. Рим.